всем здарова ребят просили многие показать как проходить раз ты я сам был до этого удивлен насколько все просто я тоже был писали ребята на примере видоса показать многие застряли на 50 умнее не знают как ее проходить в общем изначально я проходил вот так вот как у меня стояли герои просто с краю ничего сложного сейчас мы зайдем волны вот я на сегодня прошел сто шесть штук вот ребята уже даже 110 прошли ну я уже просто фармлю скажем так я не заморачиваюсь над этим вам просто покажу как пройти потому что многие висят на 60-х волнах я вот такой вот растой как вы видите дошел до 50 это же застел застрял принципе все очень просто почему застрял сейчас расскажу как видите вот это вот раз там и я сейчас не знаю мы сможем ее поставить или нету вот есть настройки так это старая не нету у меня такой раз того же к сожалению увидеть это просто роста ладно это на волны в общем в чем суть я такой раз ты бегал давайте выберем и там нам надо здесь десятую начнем допустим с этой вот у меня есть пять попыток сейчас я поубираю ну просто зайдем вам покажу расскажу сами нюансы поехали баттам очень многое скажем так играют герой если у вас есть хиллер сабди это реально очень круто вам повезло если у вас есть нету сабди есть другие это тоже круто смотрите в чем суть вот 50 волна у вас идут стрелки я проходил вот раньше вот этих башен этого всего здесь не было у меня все башни были вот такие которые кидаются шариками огненными этого всего не было была такая раз так как я показал к которой у меня стоит просто обычно и стояли просто герои изначально я тащил но потом когда они доходят к вам получается они сразу же такуют герой они его сливают то есть это сразу же моментальный слив что мы имеем сейчас у меня стояло вот так вот точно один в один только я вам тут уже расставил разные башни чтобы показать какие они есть у меня точно также ничего не было стояли только таблетки как на расти обычный у меня героев начали сливать вот эти стрелки они подбегали 1 волна слила 1 потом 2 меня даже не спасали мои прокачки итоге потом я поставил просто как вспомогательное пока ваши герои заряжаются вот никогда кстати не пользуйтесь авто кастом намного эффективнее использовать героев самому то есть по очередности на одну волну использовали одни героев скиллы пока они заряжаются использовали других то есть это очень помогает нереально помогает потому что могут они просто зафармить тупо в тупую все вместе скиллы на пятую волну выходишь у тебя скиллом нет у тебя просто раздают вот дошел и даты волны и меня тупо начали сливать то есть я ничего не могу сделать вот видите крутые герои все дела а тут как-то налегке проходишь поехали следующего сейчас дальше вам расскажу то есть тут каждых пять волн меняется то есть есть наземные юниты из летающие юниты меня опять перекинулась сюда так что там у нас 51 волна я начал думать что же делать ставить расту ставить здание как бы да как вариантом заморачиваться это все равно вас по сути не спасет если у вас салюту салют самое основное вот смотрите 51 волна здесь выходят голем и они сразу же бегут к зданиям они будут бежать дальше к зданиям я все вот эти волны которые у меня есть там до 100 там какая 106 у меня на сегодня прошел именно с такими пушечными башнями сейчас я вам покажу какие башни что дают но я выставил вот такую расту поставил несколько зданий с юнитами впереди то есть казарм получается когда герой ну вражеские юниты бегут они агрица на мои героя ну на моих юнитов вот смотрите вот в данном случае видите они выбегают мои юниты сказан и потом мои герои они сразу же на героев агрица соответственно но эти просто агрица сразу же на здание для таких вот юнитов надо наземных использовать вот такие вот пушечные башни в чем их плюс они когда бьют они откидывают героев откидывают юнита и они опять бегут то есть они их рассеивают это очень очень хорошо скажем так и очень полезно сейчас мы дойдем эту волну я вам покажу разницу в башнях и вот можете точно также расставить у себя и я вам гарантирую что до волны там 60 и 70 его без проблем дойдете без всяких сливов то есть я без сливов фармлю да у меня там героя топовая шапка она реально вспомогает и и оставляю скил вот видите у меня опять автопрок я выключаю этот автопрок чтобы его не было вообще и использую там допустим давайте я себя сюда перенесу использую скиллы по по очереди то есть я использовал например дурида сейчас вот четвертая волна у меня за их зарядится бугрома я использую его а так у меня видите сейчас вообще никто не заряжет вот это одна из проблем героя получается юниты проскакивают дальше будут другие юниты вот один удар и вот сейчас допустим шапка их под фармин вот шапка добила минотавра я оставляю вот могу садди подхилить то есть ну сабдик у кого есть скачайте обязательно это вообще топчик для всех этих вот вышел босс и у меня на босса получается по скилу остался только один этот ну то есть вот этом вся суть правильно использовать еще скиллы но сейчас дойдем до башен я вам покажу разницу в башнях и какая башня вот видите все вот по сути они даже до джали до средины вот все мы их разобрали без проблем каждых пять волн меняются юниты вот одна волна там допустим наземные следующих 5 могут быть совсем другие для этого есть скажем так башни поехали сейчас разберемся в башнях покажу какие башни есть идем за фармин там 55 или 55 56 вот башни заходите сюда есть свич изменить я проходил вот этими вот я нам там что она дает она во первых у нее дальность атаки самая большая платой 12 у магической вообще 10 это не открыто даже в этой 10 будут дальше уже следующий в этой 5 в этой 10 то есть это самая дальняя так это плюс дальше внимательно смотрите этого может стрелять стрела на могут может стрелять и по наземным и по летающим юнитом вот это стреляет только по наземным веса на летающих юнитов не берет есть такие волны там где летающие юниты вот это стреляет по всем босс граунд это юниц вот то есть вы можете выбирать но я вот с этой вот canon tower я с ней проходила мне вполне этого хватало а вот то есть вы выбираете башню ставить ее вот видите какая мне раз то было мне сразу вагалились на юнитов точнее на героя то есть соответственно перед героями поставьте хотя бы две казармы и 3 там казармы сколько у вас либо 2 сзади башни ставьте так чтобы они у вас охватывали сейчас давайте зайдем сюда я вам покажу просто башни ставьте так чтобы у них дальность атаки видите какая была разная то есть соответственно если вы их выставите в одну линию они будут бить там в одну точку до грубо говоря вы расставляете их по крупности на разных точках и когда у вас вот эти вот башни сейчас я их переделаю обратно на такие башни покажу вам просто в действии все пять башен так сейчас мы быстренько это сделаем зайдем баги так то есть вы можете выбирать себя это я вам так для наглядности показал разные сразу как они работают вот у меня четыре еда вот так вот 4 они сейчас увидите большим все четвертую берем 55 сейчас 56 сейчас увидите как они будут действовать я не помню какие тут юниты вот опять вот смотрите вот эти угоблены многие не могут пройти из-за вот теперь смотрите как их башни раскидывают разные стороны то есть соответственно это их и замедляет а героем не дает использовать скил и то есть она их блокирует и как они у вас будут кидаться с одной стороны в другой вот 4 башни и они бегают туда-сюда туда-сюда таким образом то есть также качайте обязательно юнитов в данном случае вот я все время прохожу только со стрелками потому что они дальнего боя и мне надо бежать туда же самый конец то есть они будут на линии где-то вот вторая линия мы будет на линии видите вот выбирают с героями ну вот это вот у меня была сложность я просто расставил такую расту и использовать надо скил и как я показывал то есть по очередности все использовали дальше у меня заряжается там бог рома заряжается садди вот следующая волна пошла вот эти вот башенки они будут раскидывать в разные стороны ничего сложного в общем нету все вот этими вот героями фактически про фармин все конечно стройте старайтесь строить чем повыше уровня делает сразу же казармы потому что от этого зависит количество юнитов плюс юниты у меня уже здесь 5 левела то есть они уже прокачаны юнитов надо качать я в своем случае качаю стрелков и они себя реально оправдывают вот вышла сейчас вот эту волну мы зафармим возьмем шапкой допустим ну то есть зависимости от того какие у вас герои есть хлоп она добила допустим либо этого но видите бог рома там никого не было надо было минотавром минотавр не заряжены выходим на следующую волну у меня там 23 героя заряжены уже только так потому что если вы будете кастом всех сразу же фигачить это реально будет жесть пятая волна пошла у нас есть заряд можем дать баф там усиление другие дам кинуть щит собди шапка там допустим сейчас минотавр ударит у меня просто они уже уровнем но я проходил мелкими лавелами то есть без проблем без слива вот таким образом вы можете свободно до 100 волны пройти в зависимости конечно от прокачки ваши героя можно также ставить препятствия пишите если вы хотите я сделаю специально расту другую там у нас осталась попытка давайте попробуем 106 покажу вам что какой тут трэш у меня уже делается вот у меня тут уже стрелки нормально заряженные не сейчас будет просто мои героев шатать вот смотрите что они делают одного ушатали сразу же моментально то есть мне надо уже думать на чем-то другим но до этого момента вы можете спокойно дойти такими героями без проблем то есть тут надо уже ставить менять немножко расту ставить юнитов по-другому смотрите собди просто ушатали практически сейчас шапка убила сейчас мне неким бить у меня нету заряда сейчас на третье волне меня просто могут разобрать смотрите как они быстро сливают то есть надо играться со скиллами героев желательно по максимуму думать как как кого где использовать то есть ну тут уже тут уже надо играться скажем так сейчас мы шапкой за фармом на следующей волне нас наверно сольют вот добили мы шапкой а дальше просто жесть будет вряд ли мы тут что-то затащим уже смотрите как не особи успела считать если сейчас других успеет давай шапочка тащи их и бой вот так вот затащили мы следующую дали дефит хотя я победил логике не поддается короче как так в общем так вот ребят пишите комменты ставьте лайки баги присутствуют всем удачи всем пока и